Меня зовут Настя, и я бы хотела рассказать свою историю восстановления и исцеления. В январе 2019 года произошла ужасная трагедия, несчастный случай. Я выпала с четырнадцатого этажа. Каким-то чудом, я не знаю, что это было, но я выжила, и я очень благодарна за это. Я цеплялась за эту жизнь, я с серьезными травмами попала в больницу, была на грани, и все-таки я выжила. Я рада, что в этот момент рядом со мной была мама и сестра. Они ухаживали, я лежала, я была просто телом. Я не двигала ногами, я не могла повернуться на бок, я просто лежала и... Ну, обездвиженное тело, все. За мной ухаживали, присматривали, и я очень за это благодарна. Меня оперировали несколько раз. Врачи говорили, что я не буду ходить, что коляска – это мой максимум. Скажите спасибо уже за то, что она жива. Моя мама верила, что это не конец, что все будет лучше. Она молилась, она, я не знаю, просила Бога, чтобы я восстановилась. Меня прооперировали несколько раз, и я начала идти на поправку. Это было жутко больно, очень тяжело, все тело не двигалось. Но я получила такую поддержку, и у меня была вера. Я верила, что да, я на самом деле встану и пойду. В тот момент, когда приехали врачи, я перевернулась и пыталась встать на четвереньки. Я не знаю, я не помню вот этого момента, но, видимо, у меня была такая воля, что я хотела встать, попросить помощи и уйти. Эта трагедия произошла в сайте до дня рождения моей мамы. Она ухаживала за мной, присматривала. Она приходила ко мне, брала волю в кулак и говорила, «Нася, все будет хорошо. Ты встанешь, ты пойдешь, ты сильная, ты справишься». И я очень благодарна ей за эту поддержку. Это действительно давало мне веру в то, что впереди меня ждет что-то лучшее, что я смогу, что я справлюсь. И через какое-то время я начала идти на поправку. Я прошла несколько реабилитаций, я начала ходить на костылях. Я еще ездила на коляске, но уже могла пару шагов сделать сама. Я думала, что все, все закончилось. Я иду на поправку, все будет хорошо. Вот еще немного, и я забуду всю эту историю. Но случилось так, что по результатам компьютерной томографии выявили еще одну травму и сказали, что все-таки сама полноценно ходить я не смогу. Мой позвоночник и таз разломались на две части. То есть вот мой костный скелет был нецельный. Сказали, что нужна еще одна операция. Это была очень дорогостоящая операция, а ресурсы моей семьи на тот момент были уже исчерпаны. То есть у меня и до этого было уже несколько операций, реабилитации, долгое и дорогое лечение. Моя мама, опять-таки, решила меня немножко уберечь. Как только она узнала эту новость, она начала искать врачей и начала искать больницы, где меня смогут прооперировать. Она хотела найти гарантии того, что все будет хорошо, чтобы уже не расстраивать, но наоборот обнадежить. Она очень долго это искала. Некоторые в больницах просто отказывались меня брать, меня оперировать, не давали гарантии. И все-таки мы нашли это институт в Редене. Мама нашла хирурга, оперирующего хирурга при институте травм, и он согласился меня оперировать. Мама рассказала мне об этом, и я была рада. Я знала, что меня ждет впереди еще одна сложная операция и сложное восстановление, но уже была надежда. К сожалению, это была слишком дорогостоящая операция для моей семьи. Мы пытались своими силами набрать, но операция нужна была как можно скорее. Поэтому мы решили организовать сбор средств. То есть открыто уже в соцсетях я заявила о том, что у меня есть проблема, что у меня травмы, и что я не могу полноценно жить и ходить. Эта операция мне необходима, и я просила помощи. И на самом деле оказалось очень много отзывчивых людей, которые согласились помочь. И буквально за две недели мы собрали большую часть суммы. Больше половины. И уже была надежда, что меня действительно приоперируют. Было очень сложно на самом деле открыто заявить об этом. То есть просить помощи и сказать, что я с чем-то не справляюсь, очень тяжело. Но это был очень такой важный шаг, и я благодарна всем за любую помощь, кто чем мог помогал. И вот благодаря этим неравнодушным людям, благодаря заботе моей семьи, все-таки эта операция состоялась. После опять-таки очень тяжелое восстановление. То есть я буквально заново училась ходить. Вот я смотрю на свое тело, а оно меня не слушается. Было жутко больно, жутко тяжело. Я молилась, чтобы это как можно скорее закончилось. И я начала идти на поправку. Когда я начала видеть успехи, я поняла, что все это не зря. И, как и говорили, я сильная, я справлюсь, никому не дается больше, чем мы можем выдержать. Сложно, больно, тяжело, но вот каким-то чудом я верила, что все это не зря, что все это к чему-то приведет. Сейчас я до сих пор еще восстанавливаюсь, прохожу разные курсы реабилитации, физиопроцедур, но я живу полноценно. Я хожу, гуляю, занимаюсь, хожу в бассейн. Живу, в принципе, как и раньше, но теперь уже с верой на что-то лучшее, на что-то высшее, что есть, что нам дано. Мне был дан второй шанс. Я очень за него благодарна. Я цепляюсь теперь за все возможности. Живу полной жизнью. Благодарна всем и вся. Радуюсь каждому дню. Бог есть и Он помогает. В заключении я хочу сказать, что я благодарна жизни, что мне выпал второй шанс. Я благодарна людям, которые помогали мне на протяжении всего этого сложного периода в моей жизни. Я благодарна моей семье, которая буквально подняла меня на своих руках. Сейчас я пришла рассказать свою историю, поделиться ей. Я пришла на своих ногах сама, без помощи, ни на костылях, ни на коляске. И я верю, что если вы сталкиваетесь со сложной ситуацией в жизни, это неспроста. И приведет это все к лучшему. Главное – надеяться, верить. И если хорошие люди рядом, они обязательно всегда помогут. Я хочу еще раз сказать спасибо всем за помощь.